Всем привет! Сегодня 27 июля, Московская область, и хочу для вас сделать небольшой обзор томатов, которые я выращивала в этом году. Томаты выращиваю высокорослые в стеклянной теплице. Эта теплица не обогреваемая. Здесь три высокие грядки. Сами грядки замульчированы соломой, а между рядами щепой древесной. Я выращиваю в основном сорта. Здесь всего лишь два гибрида, это черри. Эти томаты я высевала сухими семенами 1 и 2 марта, а высаживала в теплицу рассаду уже 13 апреля. Вот на сегодняшний день вот таким образом выглядит теплица. Конечно же, томаты мы уже срываем довольно-таки давно. Сейчас пик созревания. И хочу вам подробно о каждом томате рассказать. Многие из них я уже выращиваю каждый год. Это мои любимцы, но есть и новинки, о которых я вам хочу рассказать. Начну я с сорта красной гребешки. Этот томат я выращиваю каждый год. Это высокорослое растение. В высоту может достигать 1,82 м. Вела их в 3-4 стебля. Крупность при этом своего не теряет. Листва простая, светло-зеленого цвета. Куст довольно-таки тонкий. Но кисти очень крупные. Поэтому здесь нужно думать, конечно, или кисти держателя, чтобы были. Потому что не выдерживает. Посмотрите, какие томаты. Нужно что-то думать в этом плане. Вот эта кисть вся оборвалась. Это была одна вот такая большая кисть. Плоды у сорта красной гребешки довольно-таки крупные. Могут достигать до 500 грамм. Ярко насыщенного красного цвета. Ребристые. По форме они округло-сердцевидные. С гребешком небольшим. Очень красивая форма. На разрезе также ярко-красного цвета. Многокамерные. Семян очень мало. На вкус они сладкие. Присутствует легкая кислинка. Это ярко выражен томатный аромат. В общем, замечательные томаты. Сорт великолепный. Я его высаживаю уже, как говорила, несколько лет. Это идеальные томаты для приготовления соков, соусов, аджик и так далее. Всякого рода томатных заливок. Замечательный томат. Что самое хорошо, что он прекрасно себя ведет и в салате. Он долго не течет. Держит свою форму. И так же он долго хранится. Когда вы сорвете, он долго хранится. И еще один плюс немаловажный. Он не трескается. Если уже совсем томат переспел, он может дать трещину. А так они очень долго висят на ветке и внешний вид свой не теряют. Замечательный томат. Кто не выращивал, советую. Следующий сорт это тетя Анна. Я так же его выращиваю каждый год. Это один из моих любимых красноплодных томатов. Высокорослое растение. Высоту может достигать 2-2-10 метров. Вела я его в 3 стебля. Крупность свою при этом не теряет крупноплодность. Посмотрите, какие томаты. Уже даже трескаются. Хотя к трещинам она очень устойчивая. Это просто уже томаты переспели. Он у меня пойдет на семена. Оставила. Вкус довольно-таки мощный. В 3 стебля он себя показывает очень хорошо. Сортитяна я выращиваю уже довольно-таки давно. Урожай я получаю со своих собранных семян. Это крупноплодные томаты. Достигает от 500 и выше грамм. Ярко-красного цвета. По форме очень красивые. Есть томаты на кустов вытянутые. Есть более плоскоокруглые. На разрезе также ярко-красного цвета. Мясистые. Семян очень мало. Многокамерные. По вкусу сладкие. Но присутствует также томатная кислинка. И ярко выражен томатный аромат. Свою крупноплодность он практически не теряет до самого окошки. Вот эти томаты это самые мелкие, которые могут быть. Но их не очень много. Этот томат идеально подходит для консервации. Именно для приготовления соков, соусов и всякого рода разных заливок томатных. Замечательный томат. Он, кстати, трескается очень редко. Это уже томаты переспевшие. Я буду их просто собирать на семена. Замечательный томат. Кто не выращивал, обязательно попробуйте. Это томат салатный. В салате он тоже ведет себя очень хорошо. Долго не течет. Поэтому замечательный выбор, кто его посадит и будет выращивать. Немецкое сердце гомера. Этот сорт я уже выращиваю несколько лет. Это среднеспелый сорт. Само растение высокоросло. Высоту может достигать до 2 метров. Куст очень аккуратный, тонкий, как и у всех сердцевидных. Лист простой. Веду я его в 4 стебля. Результат показывает хороший. Плоды у сорта немецкое сердце гомера довольно-таки крупные. Могут достигать до 400 грамм. Но есть плоды поменьше, по 150 грамм, по 200 грамм. Насыщенного красного цвета. Это сердцевидный томат. Очень красивая форма. Ярко выраженная верхушка. На разрезе томат также ярко-красного цвета. Многокамерный. Семян довольно-таки много. Мясистый. Очень сочный. На вкус сладкий. Есть томатная кислинка легкая. И выражен томатный аромат. Томат очень вкусный. Конечно, такие помидоры идут на приготовление соков. Аджик. Разного рода томатных заливок. Прекрасный томат. Также хорошо и в салат. В свежий. Но единственное, он течет в салате. Форму долго не держит. Еще из минусов у этого томата. Он при поспевании начинает лопаться. То есть, если чуть-чуть упустить момент и не собрать вовремя урожай плоды, то начинает лопаться. Потому что очень тонко кожица. А в остальном томат, в принципе, неплохой. Ну и, конечно, как и все сортовые томаты, он, ну, по крайней мере, этот сорт, он очень чувствительный к перепадам температурным. Холод, жара. И поэтому частично сбрасывает зависть. Ну, это у многих сортов. Так, на вкус великолепный томат. Вот, кто не пробовал, обязательно посадите. Сорт томата Восторг Мео. Конечно, я вам кусты показываю. Уже здесь собран частично урожай. Поэтому на ветках не все томаты вам будут видны. Итак, это среднеспелый сорт. Растение высокорослое. Высоту может достигать более двух метров. Само растение мощное. Лист простой. Веду я его в четыре ветки. И результат показывает хороший. Ну, как и все, как и большинство сортовых томатов, он, конечно, капризный к погодным условиям. То есть, семена жары и холода. И он частично за везде сбрасывает. Но урожайность у него все равно хорошая. Плоды у сорта Восторг Мео довольно-таки крупные. Могут достигать от 400-500 грамм и выше. Ярко-красного, насыщенного цвета. По форме вытянутые и бочкообразные. Форма очень красивая у томатов. Посмотрите. На разрезе они также насыщенного красного цвета. Мякоть мясистая, сочная. Томат многокамерный. Семен очень-очень мало. По вкусу. Сладости больше, чем кислинки. Но кислинка все равно присутствует. И ярко выражен томатный аромат. Очень вкусный томат. Вы знаете, мне по форме и по вкусу напомнил сорт Тетя Анна. Они прям очень похожи. Томаты идеально. Они, конечно, тоже подходят для приготовления соков, переработки заготовок. В салате он довольно-таки хорошо держит форму. Долго не течет. Замечательный сорт. Мне он очень понравился. Восторг Мео. Это у меня новинка в этом году. Соберу, конечно, семена. И на следующий год я его тоже посажу. Красный томат я люблю. Потому что из них много чего можно приготовить. Но классический цвет. Все его любят. И мы тоже. Кто не пробовал сорт Восторг Мео, обязательно попробуйте вырастить. Мне понравился. Сорт томата. Коршуна огромная красная. Это новинка для меня в этом году. Это тот куст, который с красными плодами. Они просто переплелись с розовыми. В общем, это среднеспелый сорт. Растение самого высокоросла. Высота может достигать до 2 метров. Вела я его в 3 стебля. Сам куст мощный, но при этом аккуратный. Пасынки дает умеренно. Плоды у сорта Коршун огромные красные. Довольно-таки крупные. Могут достигать 250-300-400 грамм. Ярко-красного насыщенного цвета. По форме они абсолютно... Плоды на кусту все разные. На разрезе мякоть также ярко-красного цвета. Мясистая, сочная. Томат многокамерный. Семена крупные, но их мало. На вкус, сладость и кислота. Все-таки кислинка преобладает над сладостью. И есть легкий томатный аромат. В принципе, томат вкусный. Из минусов, что мне не понравилось, что практически на каждом томате, на каждом помидоре этого сорта есть вот такие плечики. То есть на других сортах у меня выборочные есть. Там единичные случаи. А вот на этом сорте практически каждый томат и он с такими плечиками. Еще минус, что все-таки он очень чувствительный к температурным перепадам. Тепло-холод. Вот, посмотрите. И очень сильно теряет зависть. То есть это особенность сортовая. В плане все сорта теряют зависть при экстремальных погодных условиях. Но этот сорт у меня именно в теплице он более чувствительным оказался к перепадам температуры. То есть сначала был холод, потом была жара 50 градусов. И очень много цветочных кистей было потеряно. В салате он потечет, конечно, потому что он очень сочный. Форму он не держит долго. Но, кстати, кожица у него плотненькая, поэтому он лежит долго. Вот после того, как вы сорвете, он довольно-таки долго будет лежать и не портится. Это, конечно, плюс. Такой томат пойдет для заготовок, конечно, для переработки. Это соки, аджики, томатные заливки и так далее. В общем, в принципе, томат неплохой. Я его сажать на следующий год не буду выращивать, но семена все равно соберу, чтобы он был у меня в коллекции, чтобы не потерять этот сорт. Следующий сорт томата. Это новинка в этом году для меня. Сорт называется бычья сумка Ребекки Себастьян. Это среднеспелый сорт. Высокорослое растение. Высоту может достигать 1,80-1,90 м. Куст довольно-таки мощный. Вела я его в 3 и в 4 ветки. Показал он себя очень хорошо и устойчив к температурным перепадам. Плоды у сорта бычья сумка Ребекки Себастьян очень крупные. Они могут достигать от 500 грамм и выше. Самый крупный, конечно, это первый томат. Но что самое интересное, он свою крупноплодность не теряет при созревании выше. Остаются такие же крупными. Малинового красивого цвета. Ярко выраженная ребристостью плодоножки. На разрезе мякоть розового цвета. Томат многокамерный. Семян довольно-таки много. Семена крупные. Томат мясистый, сочный. По вкусу. Кислинка преобладает над сладостью. И ярко выражен томатный аромат. Там помидор очень вкусный. Как я уже сказала, это новинка для моей теплицы. На следующий год я обязательно буду его высаживать. Буду собирать семена. На кусту он также долго держится. Не трескается за счет плотной кожицы. И когда вы сорвете, он довольно-таки долго лежит. Не портится. Что очень важно для сортового томата. Действительно замечательно. Вы посмотрите, какие они красавцы. Конечно, когда он перезревает, начинает лопаться. Но здесь я уже их держала, чтобы собрать семена. Замечательный сорт. Кто любит крупные, красивые, вкусные томаты, этот сорт для вас. Томат «Черное сердце» с носиком от Борисовны. Это один из моих любимых томатов чернышей. Выращиваю уже на протяжении нескольких лет. Это среднеспелый сорт. Высокорослое растение. Высоту может достигать до 2 метров в теплицу. Растение довольно-таки мощное. Веду я его в 3 и в 4 ветки. Урожайность он показывает отлично. Завязывается до самого верха. И очень урожайный сорт. Плоды у сорта «Черное сердце» с носиком от Борисовны. Довольно-таки крупные. Первые томаты могут достигать 400 грамм. Выше они слегка мельчают. 250 грамм. Но все равно свои крупноплодности они не теряют. Очень красивая сердцевидная форма. Ярко выражен носик. Имеется зеленая плечика у плодоножки. Но это никак не влияет на высокие вкусовые качества этого сорта. То есть оно не грубое, не жесткое. И его обрезать совершенно не нужно. Он такой же вкусный, как и весь томат. На разрезе красно-коричневого цвета мякоть. Семена находятся в зеленом геле. Их достаточно много. Томат мясистый, очень сочный. Кожица тонкая. На вкус кислинка здесь менее преобладает над сладостью. И ярко выражен томатный аромат. Замечательные томаты. Это томаты одни из моих любимых из серии чернышей. Выращиваю. Я уже говорила, что на протяжении многих лет семена собираю уже свои. Единственное, когда томат начинает перезревать на ветке, то начинает лопаться. Но я специально их держала, чтобы собрать семена. Такие томаты после снятия с кустов, они долго не лежат. И за счет того, что у них тонкая кожица. Поэтому сняли, они могут чуть-чуть полежать и съели. Иначе будут портиться. Хорош в закрутках, в переработках. Замечательные. И в цельноплодном, и в свежем потреблении. Замечательный томат. Попробуйте, кто не выращивал. А это сорт Лискинос. Один из моих любимых томатов из серии желто-оранжевых. Выращиваю уже на протяжении нескольких лет. Это среднеспелый сорт. Высокорослое растение. В теплице может достигать до 1,90 метра. Веду я его в 3 и в 4 ветки. Показатели по урожайности прекрасные. Очень стрессоустойчивый к перепадам температурным. И завязывается практически до самой макушки. Плоды у сорта Лискинос тоже довольно-таки крупные. Могут достигать первой томаты до 300 грамм. Чуть выше они мельчают. Могут весить и 200 грамм. По форме очень красивые, вытянутые. Ярко выражен носик. На разрезе якоть также ярко-желто-оранжевого цвета семян. Достаточно многокамерный, сочный, мясистый. На вкус они сладкие. Есть небольшая кислинка томатная. И выражен томатный аромат. Тоже это томат выращивания первый год. Очень он мне нравится. Один из моих любимых желто-оранжевых. В основном я его высаживаю для свежего потребления. Он хорошо лежит после снятия с куста. Он также висит очень долго, не трескается. Если уж совсем он переспеет, тогда может дать трещину. А так из-за своей плотной кожицы. Замечательная лёжкость у этого сорта. Для просто поесть. Салатик, кстати, он хорошо держит и не течёт. Замечательно. Также можно готовить и соки. Ну и я в основном для салатов. И просто сорвать и съесть. Посыпать солью. Замечательный сорт. Кто не выращивал, обязательно попробуйте. А это сорт Сержант Пеппер. Я его тоже выращиваю на протяжении нескольких лет. Это среднеспелый сорт. Высокорослое растение. В теплице он достигает до 1,80-1,90 метра. Куст очень аккуратный, тонкий, как и у всех сердцевидных томатов. Лист простой. Очень урожайный сорт. Устойчив к перепадам температурным. Урожайность просто отличная. Веду я его в 3-4 ветки. При этом урожайность у него не теряется. И крупноплодность тоже. По мере созревания томатов вверху, они также остаются крупными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...